наконец-то нам удалось встретиться ждем ярослава анатолия ярчика надеюсь они подтянутся должны были встретиться час назад в 20 часов но хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах таляныч как ты оцениваешь этот боксерский год очень перспективный год был очень хороший почему очень хорошая абсолютно стали и хэнни и новое и но и кстати в последнее время вот нашим на нашем веку от последнее время в последние годы не было никогда столько абсолютных чемпионов сколько вот эти последние годы нормальный был готов в основном от того года чтобы было с этой пандемии этот год был более продуктивный ну да и ждем ждем следующего я соглашусь с тобой было очень несколько очень интересных боев но не еще год разочаровалась тем что те поединки которые мы хотели увидеть и которые вот казалось бы вот вот они должны состояться вы так они не состоялись и остается надеяться только на то что общем это все случится наступающем 2023 году а вот какие поединке ты хотел бы увидеть ну я хотел бы увидеть мы сейчас об этом мы поговорим поэтому давай какие бои ты хотел бы увидеть ну я так сделал я так долго не думая просто взял всех чемпионов топов как бы их что их не поединки как бы если взять я начал 46 килограмм там как бы нет таких чтобы посмотреть так 49 тоже я начал 50 сани эдвардс и сезар мартинос вот объединительный бой я бы хотел в этом весь увидит почему потому что если обсуждать почему потому что разные стили и последний бой санедов показал нам что может зарубиться что можете держать удар а мартинос он такой который любит зарубиться и интересно было бы их увидеть как бы ясно я если честно да 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 следующий да дальше это 52 это эстрада родригес джесси родригес джесси родригес это вот парень который кстати в этом году нам так открылся хорошо провел очень хорошие поединки и часто боксирует то есть я вижу что он просто чтобы он поможет с эстрадой я вижу все два это самый интересный был бы бой на следующий год как бы дальше я 55 посмотрел 55 я только вижу на войну если поднимается с фултоном интересный был был бы бой интересно бы увидеть на войне останется ли у него это туда для боксеров которые более крупные уже будут и будут иметь это такое же влияние его удар и футона посмотреть с ним посмотрим как фултон с ним сможет с ним боксировать на таком же уровне как боксировал с другими допустим потому что я тот же бой с фигаро с фигаро для меня как бы фигаро был победителем удали фултону как бы я хочу я хотел бы да даже на вы и выиграл как бы так 61 джервонта дэвис дэвид хэйни потому что чемпиона всех поислов это дэвид хэйни но есть джервонта который ты не можешь сказать что ты лучше пока есть джервонта из-за этой причины я бы хотел этот бой видит 63 я бы хотел видеть реванш тэлор с катарелл потому что первый бой тэлор выиграл там можно сказать что ничья лучше бы дали потому что бой был очень конкурентный даже катарелл по зрелищности по это самое был лучше чем тэлор тэлор выступил очень плохо и как бы я бы хотел бы видеть реванш в 66 я бы хотел видеть кроффорда с с спенсом как обычно вот все хотят видеть но не знаю если будет и конечно бы хотел бы с кем-то из них или спенс ортисом или допустим с кроффордом чтобы был бой вот этот вот эти вот по и хотел бы видишь 66 эти четыре боя как бы в каком порядке и как не важно главное чтобы они же первый средний вес получается да 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 в 69 я бы хотел увидеть как ни странно чарло бы хотел увидеть абсолютно с гарсии с дэнни гарсии гарсия хорошо вернулся как бы я бы хотел бы вы чарло с гарсией и уже придем 76 альварес вы на видишь почему потому что 72 72 я не нашел я не хочу никого ну как бы я не знаю кому я хотел бы там видеть я как бы сделал так и побои хочу видеть 76 бы на вид потому что все говорят что этот парень может выиграть альвареса как был и альварес не хочет им боксеры потому что знаю что проиграет как бы хочу чтобы все точки над и были поставлены и чтобы мы увидели сможет ли выиграть панове из альвареса или нет может быть на самом деле сможет может быть и не здесь нужно это обсуждать 80 килограмм это я думаю что бетербеев биво нет 79 и 4 я округляю как всегда все килограммы я их не помню все эти вот сколько там граммов я округляю где больше на грамм или меньше потому что поставить потому что в этом году я думаю прорыв года это это дмитрий биво вот его хотя бы некоторые даже поставили его боксером года хотя для меня мне кажется нет потому что я бы поставил все-таки на ое боксером года потому что на ое выиграл всех чемпионов выиграл всех чемпионов он не боксировал за свободный титул 100 абсолютов как бы его достижение в этом году для меня больше чем бивова как прорыв года как сенсация года да можно бивова поставить но никак как для меня как боксера года нет для меня на ое это боксер года и дальше если смотреть это уже можно пойти уже дальше не знаю вот тайсон фьюри посмотреть его бой с усиком вот этот вот что я могу сказать что я бы хотел посмотреть на следующий год объединительные все поездаю в хайвете тайсон фьюри против усика это я понял ну а скажем так то для тебя вот боец этого года ты сказал на ое иное да 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 потому что его достижение в этом году как бы он допустим если сравнить с хэнни у хэнни не было там такой конкуренции как у на ое и на ое и по документам как правильно он побил всех чемпионов действующих у него не было за свободный там или какой-то там он всех пошел через по головам как бы его достижение для меня выше я понял ну если говорить мое мнение я пойду как бы сверху вниз и то хэви вейд это безусловно тайсон фьюри александр усик и я очень надеюсь что этот поединок феврале состоится вот и собственно говоря здесь даже объяснять в общем но не имеет смысла никаких объяснений делать поскольку впервые в хэви вейд поединок за все четыре титула где значит отбой можно назвать там мухаммед али против джорджа формана там мухаммед али против джо фрейзера как 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 не называя это будет тот действительно в хэви вейд это будет самый крутой поединок на сегодняшний момент хотя с другой стороны опять же я бы очень хотел чтобы усик допустим пробоксировал сначала с дюбуа потом джо джойсом только потом с тайсоном фьюрием на под конец года во первых поединок можно было здорово раскрутить во вторых тайсон фьюри то моложе не становится но безусловно тайсон фьюри александр усик ну спускаемся в крузервейт здесь у нас полный бардак и лунга макабу армен галумирян джей апитая лоренса колли поэтому я бы здесь устроил между собой чик то есть допустим и лунга макабу против галумиряна джая питая лоренса колли и чтобы появился снова один обладатель семьи всех четырех титулов чемпионов мира поскольку только такой алгоритм сможет вернуть внимание и вес скажем так это весовой категории которая ну реально вот для бедных что называется там титул и чемпиона мира для бедных и у нас появляется анатолий ждем появление анатолия братьев привет здравствуйте мы только что ровно и анатолий праздник отеляныч прошелся по своему видению тех поединков которые бы он хотел увидеть в наступающем году я уже как бы рассказал это безусловно тайсон фьюрим александр усик и в первом тяжелом первом тяжелом весе это устроить между собой чик то есть чтобы там допустим армэ арсен галло галумирян с и лунгой макабу а питая с лоуренсом а колли и потом в общем как бы был финал где снова появился бы обладатель всех четырех чемпионских титулов но мы уделяем внимание тебе и сразу первый вопрос какой боксер года для тебя 2022 кого-то назовешь лучшим боксером вот не знаю почему наверно иное новое иное а почему слушай да не ни хрена он не сделал я я закрою закрою сейчас таляныча мне потому что он тоже назвал новое иное я не знаю наверно у него какая какой-то такой магнит к притягивания к себе либо вот его харизма ну вот вот есть боксеры которых можно еще выделить но почему-то мне 1 ну пришел именно он не знаю просто парень проходится по боксерам как вообще ну так с детьми и поэтому в этот где-то завораживает наверно окей как-то так не знаю ну не хоть не хотел бы называть одного парня которого просто не хочу называть он с которого фамилия молдавская бы его понимают да то ли поймет кто это который сделал принципе две сенсации как по мне это победы над альваресами над мир сам его можно принципе тоже назвать какой-то степени боксером города потому что в двух боях он был полным аутсайдером а на деле получил что те кто считались фаворитами оказались какими-то ну такими непутевыми не знающими не умеющими и не как-то вообще выглядели глупо ватенька в бою с ним почему-то поэтому это тоже какой-то ну как бы это я не хочу мне вот новое иной как вот больше всего почему-то не знаю у нас появляется ярослав привет ярослав с рождеством тебе и наступающим новым годом мы обсуждаем хорошо что все ворвались ребята просто не представляет как не приятно вас видеть и насколько я счастлив а то что у нас сегодня все получилось потому что все планы которые изначально строились чуть пошли не поэтому от детородному женскому органу вот но все но очень как бы сошлось я вам очень благодарен что вы нашли возможность ярослав лучший боксер 2022 года по твоему мнению я все таки думаю все таки думаю что это дмитрий билл почему потому что победа на дольвара внушительная безоговорочная и такая без обезобили и просто бесшансовый бой с рамиросом которому мы увидели все билл просто показал высочайший уровень у того что но для меня он все-таки был не такой нет но я его недооценивал эти два поединка прям ворвали его в топ конечно ну я считаю что он верно в этом году лучше боксеру в виду оппозиции она просто самая крупная и как он доминировал в поединках это просто ну просто без шансов для анатолия итальяныча это на ое и но и хотя таляны что хотя анатолий тоже дал как бы внимание дмитрию бивалу вот для меня самым лучшим боксером как ни странно это александр усик почему потому что я согласен что бивал красавчик здесь как бы я не относился к нему глядя ну я говорят в общем людей нетрадиционной политической ориентации грех издеваться их нужно жалеть но для меня бивол показал всю вшивость и всю двужопость вот этой российской российского патриотизма когда мы эти умение сосать как у канадцев пиндосов по словам извините что я врываю политику в это дело не могу я это вот как и у путин за такие у дяди сэма мать умение общем как бы сосать не наводит на анекдот когда зеленский и ермак и будь скобееву мать она говорит ребята может давайте поменяемся говорит ермак давай меня вот так точно мы эти дмитрий бивал вроде бы патриота но няшки мать в виде кучи долларов тоже хаваются хорошо но при этом как бы пацан боксировать умеет на ое и ноем да он стал абсолютным чемпионом и как-то лянуть сказал что в этом году количество полных кавалеров всех чемпионских титулов было как никогда общем многогранным вот но тем не менее я бы поставил на первую очередь все таки александра усика потому что украинец а во вторых ребята ну давайте в общем как бы не относились к усику блять он сделал то что общем ну вот по крайней мере за нашу за на нашей памяти то что общем как бы никто не делал выходит ну крути рис бёрт разве что со владимиром с виталием кличко когда вышел маленький парень из крузервей там и и в чистую не просто обыграл просто уделал до какашек уделал мне огромных огромного парня ну и дарри качи 40 хотя опять же дмитрию биволу и на ое иное отдаю предпочтение теперь ребят таляныч уже назвал уже потом повторе посмотрите своих какие поединки он хотел бы увидеть 2023 году я рассказал что в хэви вейт еще раз повторюсь для ярослава я готов увидеть поединок тайсон фьюри александр усик здесь собственно говоря двух мнений мне кажется быть не может но я у вас им поинтересуюсь хэви вейте какой поединок ярослав давай ты потом анатолий у кого спросили из нас я река люди росла ярослав а потом анатолий но если ты готов давай ты я естественно абсолютно хотелось бы посмотреть это это фьюри усик однозначно я даже не могу 2 обои найти однозначно первый бой может вайлдера с ким-то проспектом типа дюбуа или там джо джойс это типа намба 2 а ты анатолий ну главный у меня вообще такая картина я себе нарисовал что главный поединок безусловно это за абсолютно усик фьюри и дальше турнир двух пар то есть не было бы очень интересно посмотреть джошуа джо джойс английское противостояние и американская мексиканская энди руис дианте и валдер два победителя этой пары дерутся за право спаривать как говорится поединок с королем то есть это либо будет фьюри то ли это будет пусть и дебуа идет нахрен по одной простой причине потому что его поединке мы все это думаю согласитесь со мной они всегда оставляют больше вопросов чем ответов и то что джо джойс показал в поединке с паркером я не был на тех зумах но он очень сильно вырос это такой молотобой стал что действительно это очень такая большая угроза сейчас и я считаю что вот ему нужно давать уже еще еще больше имена вот он выиграл дебуа он убедительно проехался по паркеру и вот сейчас либо джошуа ну либо кто еще в этом реван с дебуа ну тоже можно но опять же мне кажется это не то вот джошуа это именно тот уровень а если брать американский ринг больше то это вайлдер руис ну или вайдер например с кем там ну не знаю так ну русь мне кажется все таки более такой играющий сейчас вот он при том что ему тоже есть вопросы но он выигрывает и бои он делает хорошие поэтому вот эти две пары если бы отбоксировали победители вот этих двух пар бы боксировал с чемпионом абсолютным чтобы это не был усик или фьюри мне кажется в хэви веке это наверно самая пока интересная такая такая вот развязка ярославье что-то добавить да я бы еще франка санчеса хотя бы там строгоючем посмотрел но именно как уже за замыкание чтобы это все еще так на подвозках мы уже берем так именно сейчас уже близко но я считаю как бы ну я думаю что если харькович и дебуа себя дискредитировали все-таки в последних боях то все-таки франц санчес хоть и блекло выступил с последним своим снегроном но все же я считаю что у него потенциал побольше ребят всем чем четверым вопрос кого вы считаете проспектом в хэви вейт скажем так который готов в 2023 году выстрелить таляныч даже не знаю кто проспект проспект это кто кто только начинает сейчас идет давайте не проспект а скажем так многообещающий давайте тот боксер джо джойс может стать чемпионом вот я так думаю кто именно выглядит до чемпионского титула вот так вот ну а кроме джо джойса не трогать джо джойс у нас контента а здесь скажем так молодой амбициозный розово щеки поросенок да 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 анатолий я думаю андерсон должен уже конечно себе заявить надо давать ему оппозицию такую которая будет на слуху и проявлять не очень большой потенциал но начали его немножко передерживать мне кажется потенциал большой надо давать бои и выводить его уже на ну скажем так на действительно проспекта и контендера который сможет в будущем претендовать на чемпионский тип ярослав я так понимаю у тебя твоя кандидатура это фрэнк санчес да да безусловно очень классный кубинец хороший тренер хорошая техника хороший удар все видит сочетает ну все превосходно но единственное конечно пока не было конкретной проверки хотя бы но сблизи с каким-то топом я думаю для меня это фрэнк санчес ну я тоже я не буду я за таляныча и за себя на завода джаред андерсон и фрэнк санчес то есть на сегодняшний момент это два вот потенциальные скажем так боксера которые ну скажем так мы он могут выступить в роли вот свежего ветра который залетает в открытую порточку heavyweight так давайте перейдем теперь первому тяжелому весу давайте вот приколимся чисто приколимся а кого можно назвать боксером сенсации лучшим боксером в крузервейте на сегодня по итогам 22 года давай таляныч да кто готова питай а питай со сломанным челюстью а питай показал характер обитая ясно а питай выиграл со сломанной челюсть выдал на характере показал еще есть вариант ребят добавки немножко сарказма первый тяжелый вес потому что в этом болоте дерьма у нас пускай будет пускай будет макобук который в принципе как бы его не критиковали свою работу делает чемпионский титул удерживает и показывает достаточно в принципе неплохой бокс ярослав ну а коли конечно же но тут вообще без этих самую для меня коли просто шуму мало поединка он практически вообще ни с кем не боксировал пошла череда после с кем он забрал пояс у этого у поляка лавацкий и там и про да да ваган титул ты и ну в данном случае очень хотелось габариты его его умение боксировать в принципе я думаю не составляют конкуренции не для кого то есть и может но я думаю что никто с ними справится в этом так как он еще очень хитер может габаритами пользоваться своими навеса там ударить снизу поэтому я думаю шансом никого нет самый классный боксер это арсен гаумирян гаумирян который ни хрена три года стоял согласитесь провел неплохой поединок и и супер чемпиона превратился в обыкновенную остался в хороших кондициях да это может быть делать только армянин больше не ребят но мы назвали лунга макабу джей и питая арсен гаумирян и а коли какие поединки в вот этот весовой категории хотели бы увидеть двадцать третьем году я росла давать никаких не знаю в первом тяжелом весе для меня интереса никаких поединков но буду откровенны нет ну я даже так вот мне кажется коли тут помкнется и уйдет в супер тяжелый вес и опять тут останется вес вот помните боксировал после давида хая какой-то там венах поясом wbc владел я не помню как он тоже такой не этот самый такой пустой вес что я не знаю даже говорить не хочется не хотят здесь оставаться все идут да 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 вот этот короче человек владел чемпионским поэт так и макабу сейчас владеется анатолий ну ты нам предложи какую-то интригу я скажу так что это действительно весовая категория к это как такой некий плацдарм для того чтобы кто станет суперзвездой или таким самым скажем так безоговорочным чемпионом это что-то который в принципе потом переходит хэви-вэй для того чтобы покорять новые вершины и с этим всегда в этом весе были моменты что если были яркие звезды не там ненадолго не задерживаюсь на следующий день принципе я думаю что все согласятся что это а коли со своим потенциалом со своей длиной рук школы бокса в принципе достаточно хороший боксер какой он будет успешный хэви-вейтинг пока рано говорить тут у него есть все для этого но есть у него как мы увидели какие-то вот такие моменты где он нам начинает задавать как-то вопросы насколько ли он крут и вот вот в этом году я хочу чтобы мы получили ответы действительно ли а коли достоин того чтобы быть номер один в крузервейте и попробовать на хэви-вэйт либо они там между собой буду дальше вот это в своем болоте крутиться ну давайте вспомним о коле о коле большие проблемы с хирном они там поругались и поругались серьезно не хима скорее всего общем а коли не нету того промоутера человека который может выкупить контракт о коле у хирном не хирного просто держит на черном хлебе и воде воспитывает ну а здесь вот единственное что может быть интересным по моему мнению в крузервейт это то чтобы они все сразу застрелили но поскольку об этом можно только мечтать я думаю что было бы очень здорово повторить супер кубок и сделать скажем так между чемпионами поединке там илунга макабу голумирян джей питая там лоуренса коли и победителя единственное что может вернуть скажем интерес к этому к этому болоту это вот объединительные потому что там наэли гевор и дортикос и мастернаки и дэвид и лай ты блять кто это такие там баду джеки риака форты и особенно еще сергей ковалев так это вообще это просто отстой ладно но сейчас будет этот макабу за защищать пояс я думаю может проиграть мне кажется крис билл смит который боксировал на той неделе мы его обсуждали мне кажется может стать в этом весе чемпионом мне кажется вот кто может дать конкуренции а коли он мне кажется будет интересный бой против а коли этот нокаут который он сделал семи ударов это было вообще шедеврально этот нокаут все равно какое-то место в этом году займет из лучших нокаутов мне кажется он имеет все шансы стать чемпионом и дать конкуренцию а коли а если он выйдет допустим с тем же макабу он я думаю имеет очень много шансов играть макабу я вот сейчас он будет макабу за сейчас скоро пояс там европейцы не помню там то ли немца то ли не помню откуда вот парень я посмотрю его бои потом скажу что я думаю но я думаю я мне кажется смотрел его бы я не помню как его зовут мне кажется смотрел он такой на джебе боксирует и тоже армянин его зовут тоже армянин да тоже армянин хорошо даже вот посмотрим здесь мне кажется вот сейчас идут новая пора ребят которые будут интересны есть еще один англичанин такой похоже на поле тоже будет боксировать тоже неплохой в этом весе здесь переменится что-нибудь но не кардинально переменится немного что-то потом опять будет такой за свой такой вес здесь всегда так боли дальше жира боксировал когда там кто там еще боксера это еще был здоровый такой который который мармак туне туне поединок дав по голове василию жирову менять и уйдя в хэвилейт и перешел дальше перешел дальше на окей полутяжелый ладно мы слишком много времени уделили мать болоту полутяжелый артур беттербиев дмитрий бивал но по-моему больше вопросов нету но тем не менее анатолий лучший боец полутяжелом весе и какой поединок ты бы хотел беттербиев бивал и думаю что беттербиев все-таки переедет лучше боец потому что злана беттербиев на сегодняшний день почему сегодняшний день думаю ты сам говорил что ты как бы да ну вот вот у меня какой то вот я вот два раза ставил против него и два раза у меня расстраивал плане моих прогнозов и я все-таки третий раз опять рискну и думаю что все таки на беттербиева вот этого не хватит все таки он чуть-чуть боксирует по-другому то есть он боксирует в таком же стиле у него та же школа скажем одной одной безызвестной страны поэтому они в чем-то похожи и то что проходило с мексиканцами я думаю тут не пройдет коляны что согласись а что убивал и беттербиев похожи по стилю ярослава менталитет их них они были в сборных они были на сборах они участвовали в соревнованиях они пересекались то есть немножечко ментально по боксу похоже то стиле совсем разные бивол это более играющий боксер такой как мы говорили осторожный он не не будет идти на рожон там где понимаешь что может получить в ответ беттербиев это ну такой там который природ который умеет боксирует который бьет разные комбинации но за счет именно мощи физических данных и умение бит обеих рук он здорово умеет прижим тут будет момент сможет ли бивол его все-таки вот сдержать на той дистанции которые надо и такими же маневрами попал убежал попал убежал выигрывать раунд за раундом либо все-таки беттербиев хватит еще пороха его зажать и наносить ему такой урон который заставит его замедливаться я считаю что допустим гвозик нам на голову выше как боксер бивола и о лучше чем беттербиев просто там был какой-то момент там была проблема в тэдди атлас я думаю изначально это не то тренинг который должен был с ним работать и он на этот бой с беттербиев был просто не готов ментально он вышел не дело то что думает он мог беттербиева просто вообще классно раскатать вот это мое мнение я считаю что гвоздик того времени был сильнее всех но боксе к сожалению бывает по-другому я думаю что бтр на данный на данный этап сильнее ярослав твое мнение у меня я считаю что сильнее бил именно ведут того что связка маша с машьяновым очень 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 сильная в том плане как они подготавливаются с этим планом но и вот между раундами то есть у беттербиева этого нет такого тренера все-таки беттербиевы и руль за счет мощи за конечно своего огромного опыта но он пропускает он пропускает виду того что такое но не 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 очень корректное сравнение там быть и по как будто бразильцы типы вы забьете сколько сможете а мы сколько хотим но мне где-то с беттербиевым сам не потому что от не интерес но опять же я все-таки жду что он подорвется опять же на удар того же ярда ну скорее всего шансов опять мало будет он его забьет но тем не менее я вот все-таки я тоже ожидаю что что-то может быть все-таки бил грамотнее и план конечно сумасшедший при том что он но он он набирает а беттербиев как бы там соперники не были в принципе но он их но он их сносит он их просто сносит забивает обил растет вот как боксе так и характер его поэтому опять же связка панчер и игровик если беттербиев не забьет не за этот самый то в принципе думаю шабиева должен переиграть плюс к тому же возраст не забывает все-таки полутяжелый вес но я имею ввиду что боксер стареет и беттербиев у нас сколько я помню будет 38 лет и боксер может постареть за вот убивала этого запаса времени больше однозначно поэтому ну тут тут такой будет прям скачок оппозиции ну как не то что прям гвоздик был сильным но мне кажется что беттербиев долго не подстроится под бивала и бивала может за счет этих челноковых движений вместе с берут беттербиева да ну в принципе для меня беттербиев простоват я соглашусь с тобой добавив только одно этом поединке если 12 раундов тупил если нокаутом то бы так вот и все другого выхода результата мне кажется быть не может но я склоняюсь я больше склоняюсь к подтверждению ну тому что присоединиться к твоим словам абсолютно все ты правильно сказал второй и средний вес и тут у нас сауль альварес который ну вот реально лузер 2022 года мне по моему заслуживает полного в общем как бы титулов ну или лох там 2 среднего весом не знаю там можно назвать по-разному безусловно находкой открылся в этом году на мой взгляд согласитесь или нет дэвид морелл который в общем перешел вылез из кровати джульберта миндосы и наконец-то очень показал что он умеет таки боксировать ну и третий чувак это дэвид бонавидес вот это вот скажем так приехали приехал вот кого вы считаете лучшим в этом весе и какой по поединок или какие поединки двадцать третьем году хотели бы увидеть таляныч давай повторяйся снова я хотел бы видеть бы на виде сопротив канала альвареса потому что все об этом говорят но знаете вот сейчас напомню мне а про морелла для меня морелл более зрелищный даже чем бы на видес он будет разрешен но я бы хотел видеть на видосом потому что все говорят об этом бои как бы бы навис можно выиграть можно выиграть поэтому сауль альварес бегает от него и в этот бой я бы хотел видеть я так думаю что этот бой будет самые попасть точки над и а лучший боец а лучший боец второго среднего веса морелл в этом году он как бы он не пошел ни туда ни сюда остался как как бы на своих позициях канала лоханулся в этом году конкретно а морелл как бы имеет движение вперед по оппозиции а бонавидос тупо курил канапис он временный чемпион как бы так и остался ясно позиции как бы я росла в твое мнение я нашла шучу в этом году морелл а так сауль альварес виду общей скиловой подготовки и то что он все-таки абсолютный чемпион но хотелось бы посмотреть конечно с бедовидосом потому что альварес все свои скоростные поединки с майвезером с ларой из бетербеев с биволом проиграл то есть скорости и в наш в ногах они его просто переграли и интересно было бы смог бы он с мощью бодаться вот и по бетербеев и бенавидос вот как они мощные принципе тот же план тот же били джо сандерс это не игровики но не такие как биво скажем так там чуть прошедший кто-то пик кто-то просто как план не добрал опыта вот или там колумб смит который тоже вышел там или с травмами непонятно что он вообще хотел никто именно от бенавидос в любом случае хотелось бы чтобы он вышел побеждать и бить альвареса это очень было бы интересно и как бальварес его сталкивал с центра ринга как бы он выходил из них самому что бедовидос будет бить много вот а морел мне кажется еще у него все впереди потому что выходить на таких зубров может поломаться быстро как кольберт или еще как какой-нибудь этот самый мы о нем просто не узнал но хотелось бы чтобы еще морел подрос плане оппозиции потому что вот я вспоминаю моя ошибка кольберта я так его нахваливала сейчас вообще ничего не слышно поэтому так может и морел сильно взлететь и громко упасть а от бенавидос я думаю готов к альваресу интересно было бы стилистика то есть интересно было бы вот именно опыт но кольберта назвали лузером международным журналистом назвали анатолий твое мнение но в этом весе альварес безусловно номер один поэтому как бы ни было он проиграл биволу но потом убедительно взял как говорится трилогию с головкиным и как бы расстался даже не надо подтвердил я прошу прощения что тебя перебиваю по моему самый тошнотворный поединок на эти сей трилогии да но я имею ввиду что он победил то есть вопросов нет то что бой говно этот вопрос уже 16 имея ввиду что он вернулся свою весовую категорию закрепил свое свой статус абсолюта а и то есть он лучший морал это для меня открытие года в этой весовой категории это новое имя которое мы надеемся зажгет и какая-то будет интрига бенавидес морелл сауль уже а может еще кто-то добавится джон райт например да ну для меня безусловно поединок который я очень хочу видеть это сауль альварес бенавидес мы уже столько о нем говорили чтобы найти пора уже как бы всем нашим мечтам становиться реальностью вот ну а морель опять же соглашусь с ярославом морелю морель еще должен немножко общем подточить зубки боец безусловно интересный и будущее может быть даже за ним но только после поединка с ауль альварес давид бенавидес переходим дальше средний вес но здесь у нас жармал чарло карлос адамес геннадий головкина рисланди лара и джанебек алим ханулы поэтому я сразу спрошу кто лучший боец кроме женибека алим ханулы потому что я сейчас так вот почитал там новостей там он мать и типа хэйни от меня отказался в эти головкин засал и чарло куда-то убегает и хэйни от меня убежал то есть неуловимый джо блять поскольку и нахрен никому не нужен поэтому я бы допустим увидел жармал чарло геннадий головкин я бы с удовольствием посмотрел как джармал гао чарло завершит газет карьеру геннадия головкина ну или геннадий головкина рисланди лара вот это два поединка лосадамес может драться с женибеком алим ханулы а хэйни может спокойно занять очередь и ждать неизвестно чего подождите шок они уже 72 а что я сказал хэйни нет жармал чарло либо с геннадием головкиным либо с рисланди лара либо геннадий головкина рисланди лара а хайми мунгия хайми мунгия сорян хайми мунгия вот я за банки и что-то думаешь мы молчим вы сказали просто хэйни я не понял ребят мое мнение да то есть я там потенциальный потенциальный контендер я хочу зарабатывать денег но я без чемпионского пояса и нахрен никому не интересен потому что для джармала чарло а это хайми мунгия как женибек алим ханулы для хайми мунгия то есть денег не заработаешь а потратиться придется поэтому мне кажется что единственным вариантом для хайми мунгия это было поединок против алинка алим ханулы провести бой взять себе спокойно титул и по крайней мере общем его защищать то есть повторить свой успех во первом среднем весе но теперь как бы при всем уважении хайми мунгия он как-то выпал из мейстрима боксируя в мексике и скажем так если почитать прессу американскую то то хайми мунгия да он победил все констатация факта но никаких разборах что там как он победил все прекрасно понимают что те поединке которые он провел в этом году это полный отстой это чисто для того чтобы не ржаветь конкуренция полный отстой конкуренция полный отстой поэтому вопрос кто лучший боец в среднем весе и какой поединок или какие поединки мы бы хотели увидеть двадцать третьем году ярослав давай ты этот вес ассоциируется с тем кто тут вот пион то есть насколько этим чемпионам дают поблажки то же самое был вспомните и метро сандрады сколько этот пояс мусолил мусолил защищал не защищал кто к нему подходил и он успешно ушел и пояс опять же болтается туда я имею ввиду да в целом этот вид чарла wbc пояс еле-еле у альварес альварес перешел в 76 наконец-то завоевал пояс провел блеклый бой и больше не уступал двадцать втором году никак или вообще было не выступал также головкину дали с этими двумя поясами провести трилогию вообще не нужную оказалось и вот я если честно вот это одна из категорий которые мне тоже уже начинает надоедать это все потому что никто ничего по не понять эту контендера не поза пояса не борется ну то есть я там из где-то с деревянченко дерется и вот именно как бы интересно мне было посмотреть битву здоровья я считаю что чарла очень здоровый чувак просто с конкретным ударом ему не пропускает такие удары просто что поезд поездам просто по нему пройди не это мне интересно было бы вот этот поединок сбил бы его чарла или все-таки мунги активностью бы просто довел бы до очков и перебоксировал именно здесь головкин мне уже здесь не интересен лара с поединками с гарри о салливаном пусть тоже уже на пенсию накопил но то есть такое кто ну какие еще но остальные боксеры здесь в данном случае мне ну алимханулы опять же не мне он как боксер не то что не нравится тоже пыжится пытается от алимханулы вот пытается такой вот вот я здесь вот я показал ну ну дайте мне денег дайте мне поединок ему не нужны не пояса не тот самый хочет миллион два получить может дальше вообще пропадет у него желание миксировать поэтому именно в этом категории мне интерес борьба здоровья в чарла и мунги я но яду думаю что этому бою не быть почему потому что чарла очень редко выступает и мунги аккуратно ведут и для того чтобы и разные плюс платформу оскар далахо я очень аккуратно ведет своих боксеров а мунги я насколько я помню его боксер чарла вообще непонятно кому он там бросал вызов альваресу по моему все хотят бросать вызов альваресу в этой категории заметьте все хотят по боссе но и хочешь састраться он откажется от всех поясов и будет рад за 76 вот и все вот у них один курсор сауль альварес своим денежным мешком это категории 70 ясно анатолий проснись я так подумал что наверно чтобы оживился этот это весовая категория надо пробовать сделать что-то наподобие вот этого турнира супер секс за приз мухаммада али или что-то вроде этого и собрать вот эту когорту боксеров которых вы выделили чтобы они все побоксировали между собой тогда будет она живется так тот тому не интересен потому что у них промоутер здесь единственное что можно сделать это супер секс чтобы не трахали вы понимаете нужна какая-то мотивация для них и призовой фонд который устроит всех для того чтобы не боксеры потому что тот не общается с этим кому не интересен этот и популярен и вот это возня между ними идет они вроде бы все какие-то имеют статусы да кто-то больше кто-то меньше но папа чем статус твиттере открыт для отношений готовлю принимали бы предложения крашу билю там штукатурю в таком плане и вот они не могут в одну бригаду как-то склеиться тогда было бы интересно так получается именно день а бокса мы не видим кто с кем боксирует зачем там шерлок крутой там ламхули крутой там ингуя крутой и такая далее вот это вся калиберда вес весовой катера который на сегодняшний день что вроде бы есть имена нету поединков которые мы в ближайшее время увидим который действительно будет интригующий интересный которые могут повезти за собой какие-то объединительные поединки определение скажем так короля в этом в этой весовой категории все все запутано но согласись самый самый ну из всего того ведь ведра дерьма которые ты лично вылил на голову чемпионами то все-таки жермал чарло хами мунги это единственный поединок который достоин внимания в средней миссии я бы даже больше знаете какой построил казак мексиканца они два таких которые могут ударить и два которые идут в обмен ударами это был бы именно именно со стороны такого бокса то есть зрелище я думаю по интересе чем черло потому что черло я думаю этого мунгию прибьет очень быстро потому что он пропускает яруслав прав он хорош когда он атакует но он не очень хорош когда атакует его когда его встречает он пропускает это правда черло все-таки бьющий парень и более мне кажется научи обученный и искушенный в плане бокс поэтому там не будет интриги там просто будет красивая красивые попадания черло по мунги и а вот с казахом может пойти заруба мне так кажется у кого ухами мунги я либо у черло мунги и мунги и могут дать закатить неплохой поединок вот мне так кажется интересно 20 это точно вот именно а этого бывает и достаточно то есть секс у тебя тоже сейчас быстрый выступает спасителем если бежее белое сейчас в этот вот вот в этих вот спорте в этих циников до я росла что-то хотела сделать то я думаю супер секс если будет происходить то по единственное что их мотивирует это бой с аулем альваресом они согласятся все участвовать там поединке их мотивирует только супер альварес однозначно самое главное что они альвареса не мотивируют это тоже это тупо их не желание знаешь это они могут мечтать они ему не интересны вообще никак но обещать не значит за недели заплатят а ему на следующий день как мы понимаем он достиг больших высот его может только заинтересовать большой кэш либо какой-то вызов который может влиять на его наследие хренским саулем альваресом мы говорим о среднем весе таляныч внести что-то свежие как это вот платье девушки девственницы я поэтому и не сделал это самое свой выбор в этом весь потому что здесь здесь еще сложнее чем 90 килограмм самый кто самый лучший в этом весе я считаю андрада потому что съебался отсюда какой бы бой я хотел посмотреть я думаю что прощальный лебединое озеро это головкин с ларой чтобы они побоксировали ушли как раз по сторонам путина будет лебединое озеро вместо лебединое озеро покажут этот поединок последний вот этот вот и все а мунгья если быть реалистами я не могу прямо в такую фантазию сейчас вникнуть что мунгья с чарло будет боксировать это уже не знаю что случится как там нужно что быть чтобы мунгья боксировать чарло как они там-то говорится это было бы хороший бой ну я не могу до такой степени сейчас зафантазировать реально что может быть головки окей но будем ждать согласитесь отки интрига повисла в воздухе 1 средний вес здесь у нас абсолютно всем владеет жармал чарлом и чувак который блять вообще блять хрен его знает как он стал боксером это себастьян фундора вот тут еще есть из серьезных это тим дзю из несерьезных и строил мадримов и бахрам муртазали вот давайте кто самый лучший боец таляны что самый лучший боец первого среднего веса и какой поединок ты хотел бы увидеть я говорил то самое здесь некому выбрать чарло и десны самый лучший абсолют он показал это как он перри сказал с кастанье провел два боя как он втором бою себя переучил боксировать уже в другом стиле как-то быть и умнее как он переиграл кастань это первый бой я считаю что он проиграл во втором абсолютно сделал все правильно и вообще был самым таким зрелищным а какой бы я бой с ним и посмотрел не всю не фундору его посмотрел бы это не красиво да не красиво ну не любишь ты да не красиво не знаю почему их много их можно вот так вот на сдачу давать эти красивых много поэтому но мало ли в бразилии всяких педро анатолий твое мнение ну безусловно черло в абсолют и действительно он это доказал говорили самый бой ожидаемый понятно как бы сейчас на поверхности есть и для меня больший момент не черло а мне хочется понять насколько все-таки либо хорош либо настолько то он действительно плохо потому что то что я видел до этого у меня возникало много вопросов первую очередь его тактических действий в обороне очень много пропускал и мне хочется как он подготовиться именно наверное самому главному бою на сегодняшний день в своей жизни и что может показать то есть это вы видели его максимум либо это он просто не напрягался потому что не чувствовал ну как бы скажем оппозицию и вот тут мы увидим дзю настоящего то есть либо он действительно хороший даст классный поединок и возможно выиграет либо он проиграет достойном бою либо его просто пробьют и мы поймем что вот то что мы видели до этого это вот максимум уровня мне просто интересно посмотреть больше на дзю как он будет готовиться к поединку чего чего вопросов нема фундора интересно очень персонаж все мы про него много говорим очень такой и что от него ждать дальше не знаю ну хочу дальше видеть его богину достойная позиция как-то вот это четверки я и тройки вернее кручусь скажем так я росла в этом весе пока да я тоже все таки интересен был чарла и тиматию на в каждом весе есть свой джо джойс наутом где-то это виды где-то этому не я который много пропускает все держит и много выбрасывать а вот в этом весе хотелось бы фондора но он падал тим то же самое падал от раши то есть все хорошо но удару чарла нарезки и по моему посильнее чему любина и посильнее чему уж и и все таки тим дзю пропускает от такого чувака как чарла пропускать хотелось бы верить мне хочется интриги там непрошли были за тюре скрибли за чарла и задарика джеймса как тренера а здесь я вот все таки понимаю что если попадет чарла то не сладко будет никому именно он очень читерного гоняет весовой категории большой и удары него разовый единичный хороший поэтому я думаю что тим дзю не выдержит остальных конкурентов я даже не рассматриваю ни курбановых никаких там там это вообще отстой то есть интересно хотелось бы чтобы тим дзю сделал хотя бы интригу а фондора прибыло бы прикольно внешне на взвешивании стоят фондора смотрит на начало вниз как он вписывается в категорию в метр девяносто семь это ну очень так приятно смотрится вот а так лучше чарла интересный бой дзю и чарла окей полусредний вес здесь у нас два фаворита мы тарел спенс и теренс кроуфорд вот на подходе у нас эймонт астанионис и джаран энис поэтому господа кто скажем так открытие этого года и какой поединок хотели бы увидеть давай анатолий ты ну безусловно хотелось бы чтобы в этом году все-таки состоялся этот мега файк не побоюсь этого слова эрл спенс теренс кроуфорд потому что вот я думаю что уже вот их не пик как бы дошел уже своего эпогея и дальше уже будет идти спад и хочется увидеть и боксеров в бою между собой когда не на пике и все-таки кто действительно круче если все-таки не состоится то было бы классно увидеть мне кажется что джарон энис а вот именно тот парень который вот и должен быть будущем этой весовой категории пока фигирующей позиции что стадионис он классный крутой но все-таки он простоватый мне кажется энис намного разнообразнее намного умелый бьющий думающий ну то есть вот вот тот человек который боксер который должен заменить либо спенса либо кроуфорда либо боя в будущем то есть вот если не получается все-таки поединок провести между спенсом и кроуфорда в этом году то я считаю что если я не а я думаю что она держит над чухожаном победу не уверен победит ли он чухожаном я не понимаю вот этим выражением он прикалывается я работаю прикалывается либо мне пытается создать интригу на ровном месте они там не мальтриги вообще никакой как для меня я думаю что пройдется по нему то же самое как андерсон прошелся потисленко очень быстро граунда 2 и потом дальше будет уже ну все закончить и все и дальше будет тогда уже ну надо давать кому-то до шанса только так вот и еще что-то еще добавить я все понял я росла открытие у меня в этом году в этой категории нету как они были на своих местах так как раз при сцене из крутой проспект который всех бывает ортис побил американца англичанина штанионис приблизился но опять же не конкурент а мы самый самый интерес это все что нужно пила на плане чтобы спец не попал в аварию а мы не за ним портить просто вот этими перчатками кровь и другими так я думаю ничего не сделает это все как говорится пока ларит трава найдет глупости просто поэтому все что позиции просто обиду чтобы позиции этих всех боксеров на месте то есть и несу хотя бы коваляускаса ну там или но там или да да вид же лордис опять же да ну то и турман хотелось вот как допустим как какой ну как какой-то шаг в повышение позиции он очень я считаю кита турмана хорошим боксером поэтому только то было имен они тались между собой там кукшен портер все по уходили и категория немножко замерла на одном же месте но просто прошел вот а за этот год никто ну вот у вас а просто прошел спенс и ждал пояс скажем а это мне кажется больше победа чем все три победы кроуфорда прошлых поединках но я думаю наверно поэтому все-таки для меня тут последний конечно про фордал за было никого не сяна аж дальше вы шанса поэтому ту горячую но я надеюсь на большие деньги наставить этот он надо всем кто хочет заработать все заработают это шоу однозначно втаскиваться потому что он будет очень интересно я не сомневаюсь это пойти как будет интересно я не сомневаюсь то есть он не может быть понятно таляныч таляныч тоже был бы интересный бой потому что как бы нормально два боя я бы хотел видя насчет того что этого веса я согласен что он как-то да в этом году он стоял из нас то него они завод 3 чемпионы все а вот после того как он стал регулярным как бы больше до касая его карьера до чемпионства у станиониса в этом весе шла более ярко боль даже это чемпионство как бы как-то нам не кажется сказался даже в худшую сторону потому что как бы он вёл больше боёв сейчас меньше вообще практически я не слушаю про него и и как бы вот мне кажется даже в минус им этот поиск ушел ясненько переходим в первый полусредний вес здесь у нас альберто пуэлла чемпион мира по версии wb и джош тейлор успешно издите другого слова не могу сказать проебал все свои титулы оставшиеся титулами чемпиона wbo но подтянулся регис прогрей я считаю его открытием то есть если есть какой-то общем титул до возвращения то это прогресс вернулся он просто замечательно теофима лопес наоборот обосрался в первом полусредневесе другого слова не скажешь поэтому для меня вот играешь это тейлор катерелл как сказал который в 2023 году либо я хотел бы очень чтобы регис прогрейс позволил бы нам забыть от эфима лопесе вот и все ярослав твое мнение по поводу прогресса я не возвращать и все таки фактически ты фима лопес но он не является он забрал ломаченко пояс который ломаченко сам отдал ну условно и все принципе сейчас очень после того как он это неплохой не спенс это джош тейлор он переоценен но как боксера неплохой я считаю бы хотел посмотреть в этой категории то есть мне он интереснее чем тут и сам сандор мартин который мертвый который убегает от поединка и накидывает один-два удара ну то есть скорее здесь болели за мартина против лопеса вот я пытался нейтральным но как бы в этой категории ну то есть даже за мартина болел ничего не сделал то же самое с россия россия майки сам проиграл поединок сандору мартину меньше таких боксеров как сандор мартин и бокс будет интереснее как по мне пидраза тоже такой бегунок а так в этой категории хотелось бы посмотреть мне да мне бы хотелось посмотреть реванш прогресса с тэйлором но я боюсь анатолий твое мнение ну лопес такой парень который засветился благодаря стечению хороший действительно боксер я соглашусь но так совпали звезды что вася тогда подарил ему эту победу бы хорошо готов а вася после этого мы увидели три поединка лопеса это одну бледлая бледлая тень того что мы видели до этого он показал что все таки он не такой крутой как все думали и тут вот для него в этой весовой категории должно как-то уже определиться его будущее вот с прогреем был бы хороший поединок если он был уверенно выиграл значит у всех бывают плохие дни в нем у него в том числе и он бы доказал обратно если нет значит он бы показал что он действительно максимум что он мог вам показал и на этом он остался бы на тому уровне где-то каким-то там трамплином для более перспективных парней вот и все ну конечно надо чтобы что он сделал реванш как соперника к которому да да с катарелла обязательно надо ему реванш потому что то что было в первом поединке это оставило много вопросов и надо как-то для него и доказывать что это было случайность либо действительно не все так классно у тейлора как мы думали ну кто там у нас еще маркин согласен с ярославом почему такие маркины есть потому что ему дают те которые казалось бы должны были его вернуть туда куда он пришел не дают ему шанс барахтаться в этой к горке скажем так топов и и вот закатывать это вот такие еще бы и мы еще на тему начинаем дискуссировать какой маркин класса надо было просто жестко у него выигрывать и про него забывать это было по силам мечта ну вот таки на два вот таких поединка на самый интересный я говорю что для меня тело и катарелл реванш потому что первый бой поставил много вопросов сначала говорю не буду возвращаться на счет марта потому что они соглашусь мне кажется маркин может может лопусу надать и выиграть это самое будет коматоз этот не маркин этот как его которые в любые чемпион дамниканец собрали матеса ну мария матеса забыли матеса забыли кстати поставить точку над карьерой лопата вот мы забыли про него да-да-да вот вот матеса матеса я бы увидел дубов это помню серьезно матес прогресс был было бы интересным прогресс очень техничная матес стойкий матесу может ударить матес идет до конца и как бы этот бой был был очень классным очень интересный был бы в кость-в-кость я думаю матес вышел для того чтобы зарубить прогресса было прогресс бы будет детал всеми своими фибрами как он в последнем бою был прямо чувствовал воздух как идет а не то что соперника был бы интересным бой а насчет я говорю про чемпиона в дам любви говорил сейчас доминиканец я думаю он в такого лопуса который сейчас выиграет очень легко потому что просто так же в дам любви выступает но в дам любви это альберта пуэлло альберта пуэлло да кстати он очень хороший он очень хорошим он действует постоянно по какой-то схеме как будто как обычно действуют эти вот дамиканцам порталиканцы вот так вот и вот мне кажется лопусу не было бы поздам он но ему никакого по сути бой за титул никто не нет монтана мне тоже хочется чтобы после двух последних поединков монтана лав медь может ли совокупляться только со своей собачкой понятно но мы хотим но на но смотрите опять же надо чтобы у него все таки все но осталось какой-то статус он не проиграл допустая это был мы начали плеваться потому что то что показывал до этого что показал поединках это совсем как будто два разных боксера выступали в этом году он должен мне кажется либо реабилитироваться либо окончательно опустоволосится и заниматься участвовать планет видео снимать со своей собачкой и все если мог и достаточно неплохой 2 проспектом это последний бой мартинас дрался он 63 это подопечный дирека джеймса последний бой этих выходных главный был и кэшон дэвис есть еще такой боксером уже вы слышали о нем это протеже спенса очень интересные два боксера я думаю топ проспекты этого веса для меня ясника легкий вес по моему здесь все легко и непринужден давай ярослав дэвин хейни джерман то дэвис василий ломаченко райан гарсия ну и шакур стивенсон вот это все 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 вокруг чего будет вертеться 2023 год да но опять же вход для меня туда шакура стивенса являет как такой джокер этого веса но джокер с хорошей приставкой то есть все таки я думаю вот идеальное противостояние для меня здесь как я уже говорил в прошлых зумах это противостояние шакура стивенсона и дэвина хэйни насколько убедительно согласитесь шакур стивенсон просто протоптала просто не оставил камня на камне от американского херинга вот насколько он убедителен и выступления хейни как для меня если ярослав ярослав я прошу прощения у меня просто застыла картинка всех пропало не восстановилась все что там безусловно шакур стивенсон вот появление шакура стивенсона и он для тебя то проспект в в этой весовой категории и дамбору да я бы хотел посмотреть будет я бы хотел посмотреть бой дэвина хэйни с шакуром стивенсом потому что это идеальное идеальное противостояние просто именно техники именно именно борьбы за вот эти передние ноги и контроля дистанции это в этой категории это лучшие лучшие имена которые контролируют дистанцию вот для меня и я все-таки бы отдал бы плюсы шакуру стивенсон потому что он больше агрессор начинает быть и он превосходен я были близость шакур стивенсон для меня на что касается ломаченко дэвиса россии петбуля исака к русал не рассматриваю мало времени да то все таки я думаю что для меня очень интересен вот такой тоже x-фактор это же ремонта дэвис со своим ударом а как 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 боец мне кажется он трагировал и вопрос к его выносливости касаемо райана россии очень интересный бой конечно был бы с живота дэвисом а ломаченко все же старт анатолий мы говорили не раз что любой абсолютный чемпион без поединка на сегодняшний день с танком как бы не может считать до конца абсолютно потому что там все-таки ну очень сильная позиция на сегодняшний день и любая любой из вышеперечисленных соперников то ли это будет хэйни то ли это будет шакур стивенсон то ли это будет тот же райан гарсиев тоже пускай даже тот же василий ломаченко это будет всегда хороший классный поединок в любом случае то есть это будет интересный бой потому что это разные стили такой бой ожидая но я хочу для себя например лично уже закрыть вот этот момент у васи появился шанс от абсолютно пускай либо он уже его завоевывает либо пускай уже получает пиздюлей и счастья здоровья потому что то что он показал в бою с ортисом похоже больше на то что его ждет просто избиение что он показал бою с ортиса либо это было какая-то какой-то простой либо это уже действительно все шакур стивенсон очень интересен с хэйни насколько я слышал хэйни хочет защититься и вообще перейти в 63 поэтому не факт что бой с шакуром или с тем же танком возможен в ближайшее будущее поэтому самый такой который наклевывается это хэйни ломаченко ну и хочу танка увидеть с ареном гарси это то что вот на поверхности вот пока так а дальше там можно крутить там слава богу талантов и хороших боксера и са круз который любого может преподнести сюрпризы проблемы в ринге поэтому все бои будут интересны однозначно но вот на поверхности есть ваша сраин гарси и танк и хэйни ломаченко ну если танка если у танка и все сейчас пока возможности закончить свою профессиональную интерьеру в тюрьме да 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 это да есть новости что там проблем у него большие удара там по лицу что там да он сейчас говорит что он там не бьет ни матери не гики медь хотя опять же видео очень много когда там дэвису кто-то подходит сфотографироваться он начинает общем махать руками бить людей то есть на него как калин это не просто клубах дома прикалывает это все знают это просто кто-то может быть подумать так по торговому центру и говорит давай сфотографируемся да может быть он немножко там перегнул палку там начал как-то обнимать это вот джерон ту дэвиса но бить чувака плите разбивать об его голову мне телефон чувака мне это мне кажется перебор перебор да это перебор окей что у нас дальше ребят дальше у нас 1 легкий вес здесь у нас эктор луис гарсия шавкат рахимов и оскар вальдес в общем я не знаю даже что об этом говорит да там с учетом смотрите там с учетом того что он перешел стивенсон там начинается новая как говорится игра пускай любая любые пары которые будут вы из вот этих топовых бойцов они принц будет интересно будет определять лучших махтовизовой категории на сегодня возможно появится двадцать третьем году какие-то новые имена которые вспыхнут и будут нам интересно пока все крутится вокруг вот этих людей которые подберут шокур стивенсон да согласен просто шокур стивенсон насколько унизил этот вес на плане просто прошелся без какой-то интриги поэтому ну боксировать богу занимать пояса но внимание прикуда будет не к ним к сожалению следующая нас весовая категория это полулегкий вес открытием считаю рэй варгаса тоже вернулся старичок никто не давал ему шансов а он лео санта круз пока еще ну только вздрочнул но еще не ебался ни с кем открытие в оба это лейтвуд джошуа орингтон это вообще непонятно о чем и конечно же мальчик красавчик это эмануэль новаретто он приходит но пока он еще никуда не перешел но эту мануэль новаретто и я считаю фаворитом эмануэль новаретто рэй варгас джош ну самое слабое звено мне кажется джошу орингтон рэй варгас лео санта круз лейтвуд эмануэль новаретто вот во все вокруг этого все будет вертеться ли вот хороший боксер он такой рубака вот интересно бы и он 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 такой любит рубиться у него есть удар улевуда я бы его не не изглашивал со счетов потому что из английских боксеров с у орингтоном он конечно лучше его в ударах но в мастеровидности хуже а так он он сильно бьет у него есть сюда потом и вот тоже редко видим тоже в бои редко показывают не тот не тот не тоже показывают редко делать ему контракта на обои не знаю кто его там ведет но очень плохо очень плохо хотя он очень хорош если бы у него были конкурентные бои и он бы рот ярослав анатолий кто добавит я соглашусь с вами поэтому не сильно там они все вот опять когорте там будет решаться варет и залил санта круз короче посмотрю такого сильно много мексиканцев и один и смешной британец джошу орин поэтому оливуда ли вот по моему скалом дрался до который нет до конлан и против люк ну не знаю я просто мало внимания уделял на этой категории поэтому вряд ли что могу сказать но я помню рая варгаса прикольный классный тактический буксер такой высокий а левуд скон лан только видит хорошо оринтон по оринтону достаточно снова на лару выйти и это будет опять билдрама шо будет вносить ногами вперед не держит уже ничего вот ну так кстати вполне может быть неплохой год брайн фигуэра попытается вернуться вот здесь он уже и по но если мануэль наваретте уйдет все-таки исаак дагбо брайн фигуэра за вакантный титул может быть ну и в принципе мак максая реймонд реймонд форд из проспектов может быть герри рассел джуниор отдыхает ну и робейси рамирес тоже скажем так на подхвате может быть дальше идем супер бентом вейд это первый полулегкий вес здесь у нас стивен фултон два титула wbo wbc мураджонах модалиев wba и ibf и на подхвате здесь у нас луис нерри ну и в принципе все скажем то на ой в этот бед ну слушай на ой и придет но скажем так ему 1 2 поединка промежуточных стоит провести там сразу совать и пятачок против стивена фултона или мураджона ахмадалиева ему просто не дадут вот все по-любому он проведет по раз он проведет какой-то общем предварительный поединок стивен фултон мураджонах модели вот это бы я очень хотел посмотреть вот вот и все а если этого поединка не будет тогда общем как бы луис нерри и луис нерри и упомянутый на ой и иное как бы могут стать раздражителями в этой весовой категории мнение господа я соглашусь полностью с вами потому что так думаю я думаю что мы как-то под заебались все анализировать уже она просто так и на поверхности бросается что-то выдумывать я согласен я думаю что для на ой может быть почему каналу дают сразу за титул в другом весе она войне не дадут чем хуже на ой чем канала потому что смотри пишется на ой а и ноги а не сауль альварес никаких денег и нету такой популярности чтобы выходить в ринг сразу скажем так либо против стивена фултона либо мураджона ахмадалиева мураджону промоутера мураджона ахмадалиева который ну скажем так вообще уже не впечатляет да он впечатлил когда завоевал сделал сенсацию но дальше это похоже на какую-то общем жевательную резинку безвкусную стивен фултон гораздо гораздо предпочтительней то стивен фултон может этот поединок состояться но опять же то есть стивену нужен ли стивену этот поединок за те деньги которые могут предложить на ой и ноги вот я не думаю что в общем как только на ой и ноги войдет мне кажется на ой и ноги сначала должен побить луиса нерри как минимум чтобы потом что куда-то претендовать я не против чем больше боев тем больше кайфу так что никаких проблем нет в наилегчайшем весе на ой и ноги владеет теми четырьмя титулами если он поднимается вверх то здесь у нас остается джейсон моллани австралийский уметь неудачник на не то донейр эмануэль родригес ну вот и в принципе вот и все вокруг чего может вертеться чарли эдвардс отстой роман конденос еще не то вот ну больше никого не вижу эстрада роман консалес там где еще да интересно может что там еще проспект франко этот или как родри это супер плавает это в первом наилегчайшем вот как раз если взять то хуан франциско эстрада джесси родригес джошуа франко фернандо мартинес и казука и ока и как раз вот мы можем уделить внимание казука и ока джошуа франко и wb объединение мне кажется будет очень хороший бой джошуа франко открытие этого года в этой весовой категории вот ну и казу то и ока тоже показал свои зубы и мне кажется джошуа франко вот фаворит в этом поединке он все-таки думающий боец и умеет боксировать и не такой прямолинейный предсказуемые как и ока ну господа подхватывайте подхватывайте так и ока это боксер нового года он стал чемпионом на новый год когда боксировал в этом китайском лас-вегасе как нам городом бывает там короче короче неважно в каком городе когда он стал он с этим боксировал сказать которому последний раз тоже с ним боксировали предпоследний тоже с ним реванш с мини-мини-мини-то с мини-мини-то с филиппинцем он у него взял пояс а потом был реванш уже когда был реванш ему было уже 40 лет а франко что он 33 три боя с малонии вот это вот что ему можно вспомнить какого мне не знаю почему вы сказали что он открытый а где-то он смолония три боя последних и все больше ничего про него не помню здесь родригес который 52 да который тоже в это самое есть в этой категории то да а этот франко который этот самый по WBA к смолонии вот вот тот единственный эти три боя ему там глаз у этого самого у франко был подбит остановили потом первый бой выиграл второй там травма чтобы стоить этим тоже выиграл походу я не вот так что то было это вспоминаю смолония вот только это возможно вспомнить а йока я бы сказал это боксер нового года которого японцы держат на новый год и выставляют японии новый год это обыкновенный день кроме кроме йоки да ну вот у йоки знаете что у йоки и поезд не совсем японец вот если это самое посмотрите его фотографии он как будто какой-то не знаю там джермонта дэвис японский он любит кубы любит выпить любит погулять татуировки какие-то не японские японские японский который и кстати и он единственный зевы из японии кто четырех категориях будет чемпионом мира кто кто стал в трех категориях чемпионом мира вот он йока никто еще не был только он и еще что у него это самая какая у него проблема он последний бои когда он с этим я не помню его тоже японское имя я не помню тоже я поезд последний этот бой который последний был с японцем он боксировал он боксировал он не боксировал джунтона на карте да от анако когда он вы на него еле-еле по теле еле-еле джунтон шаптели он он выиграл там это сама он человек настроение он может завязать такой бой красивый хорошая может такое дерьмо показать что ему хочется выключить понимаете вот здесь зависит бою а ты вот и какой он будет если он будет настроен хорошо он он выгодку франку а если он будет настроен плохо может выглядеть но очень спорно я думаю я тебе скажу поляны честно если я хорошо буду настроен я выиграю усика и тайсона фью а если я плохо буду настроен я проиграю не но он 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 разный фото йока в разных разных боях у разных он когда он боксировал с этим филиппинцем не это сам потом боксировал давай я тебе скажу так йока красавчик когда у него все получается как только он сталкивается с проблемой старее его а так когда с молодым вот сейчас он тоже с мексиканцем боксировал и там еле-еле тоже выиграл выиграл ну так на тонненько поэтому я говорю он принял франка это не потраченный боец он умеет боксировать он очень выносливый хорошо отдохнул посмотрим я я глядываю к ребят вы чё так этому разговору двух не понимающих о чем говорят имеете я на фанка ярослав за кого ты за динамо все-таки за умение за прав за франк так что таляны чуть я единственный шанс носу делать это сказать я я я вот говорил у франка я согласен он функциональный сильно он может боксировать первого до последнего раунда подписка в том же темпе но класс бокса у йоки лучше я думаю что йока не будет ходить бара будет тренироваться в нормальной выгоды покажет там что он еще имеет силы имеет саму удержать пояс ребята второй наилегчайший легчайший вес это хулио сезар мартинас wbc маквильямс а ройя временный wbc загадочная личность артем далакян версии wb и открытие этого года это сани эдвардс ну и по wbo здесь в общем как бы титул вакантный мы много раз говорили о том чтобы увидеть бы как бы хулио сезар мартинас артем далакян сани эдвардс и кто там у нас был не помню кто у нас там был еще по wb вот увидеть объединительный поединок но артем далакян абсолютно не интересен в этом самое слабое звено вот и мне кажется что он держится в киппионов лишь только потому что общем и нафиг никому не нужен уж извините пожалуйста а вот хулио сезар мартинас сани эдвардс это было бы здорово да разные стили я сразу же когда мы начали это будет самый интересный бой в этом весе сани это показал последнем бою что может зарубиться не только на дистанции боксеры может держать удар может на ближней дистанции бить как ни срано так что было бы очень интересно посмотреть я думаю он даже фаворит окей что-то добавляете ярослав анатолий мартинас эдвардс самый интересный поединок если с интригой разные стили и оба очень хорошие боксеры ну и у нас остается еще это джуниор флавой 2 хина и легчайший вес где у нас если честно здесь у нас кинширо тераджи wbc wb айбф сайф нон шинга и wbo джонатан wbo джонатан гонсалес и минимум вейт я даже их называть не буду потому что я их не знаю честно скажу пожелаем им успехов в следующем году желаем как можно больше интересных поединков тем боксеров имена который нам ни о чем не говорят набрать мышечной массы я считаю что мы провели больше полутора часов мы разговаривали хороший анализ я хочу пожелать вам в новом году анатолию ярославу и себе это прессу победы вот талянычу ну и здоровья до талянычу здоровья и пока ярик ярчик нас не слышит чтобы мы все у него собрались потому-то это поскольку это будет самая разумная точка береговое в общем как бы рядом и молдавия и нам добираться анатолию вообще там пару раз упасть ну а нам с ярославом будет по дороге вот чтобы встретили следующем году выпили за победу выпили за бокс и провели бы уже скажем так не зума прямую трансляцию четвером вот четвером это было бы очень очень здорово я всех обнимаю а пятером я ярче я я надо понимать что ярче же будет наливать ему в кадре некогда будет будет хозяин этого движения он будет нас потом пьяных раскладывать я понял ребят спасибо большое что вот этот сложный год мы все-таки сумели удержаться вместе несмотря на все преграды находили время выходить в эфир спасибо ярослав что ты в общем спасал суммы вытаскивая людей из пожаров и гася пожары анатолий ты для меня открылся совсем другой стороны показав что у тебя есть стальные яйца и ты мать братик просто братик таляныч я благодарен тебе что общем как бы после ярослава ты первый сделал зум международным в прямом и переносном смысле этого слова и ты всегда в нужном месте в нужное время и за твою фразу я же говорю ребят спасибо вам большое я у всех обнимаю здоровье в новом году и конечно же это победы 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 еще раз победу обнялся флаг вот так вот крепко-крепко до встречи в новом году пока